Друзья мои, привет всем! Рад приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о том, что такое CPL-фильтр, для чего он нужен именно в видеорегистраторе автомобильном. И, конечно же, не просто расскажу, но еще и по полной его протестирую. Рассказывать буду на примере вот такого маленького CPL-фильтра для видеорегистраторов серии 70MAI A500, A500S, A800, A800S. И также этот малыш подходит для новиночки Dashcam A200. На примере видеорегистратора Dashcam A200 мы с вами его и протестируем. В некоторых устройствах, в частности в комбо-устройствах от Fujita, TrendVision, iBox, такие CPL-фильтры идут в комплекте, и проблем при видеозаписях никаких нет. А в некоторых, таких как, например, вот опять же 70MAI, CPL-фильтров в комплекте нет. И часто на видеозаписях идет сильное отражение торпеды, то есть приборной панели на лобовом стекле. Блики различные появляются, особенно в солнечную погоду. И бывает такое, что, например, номер встречного автомобиля даже из-за этого не разглядеть. Так вот, CPL-фильтр помогает избавиться от бликов, от отражения приборной панели на лобовом стекле, и делает качество изображения намного лучше. Заказал я этот CPL-фильтр на Алиэкспресс. Если что, ссылочку на продавца в описании под видео оставлю. Сможете перейти, посмотреть стоимость, почитать отзывы и при желании заказать. Приехал он вот в такой вот коробочке. Ну, понятно, сверху еще почтовый пакетик был. Внутри вот такой большой блистер, в котором был сам CPL-фильтр, и даже две салфеточки в комплекте были. Сам CPL-фильтр вот такой вот миниатюрный, надевается прямо на объектив. Внутри имеется резиновое уплотнение, чтобы CPL-фильтр плотно сидел. Сбоку вот такая стрелочка, чуть позже расскажу, для чего она. И надпись А500. Обратите внимание, этот CPL-фильтр именно для видеорегистраторов 70-ми А500, А500С, А800, А800С и А200. Например, на новую модель А810 этот CPL-фильтр не подойдет. Там объектив диаметром больше, и CPL-фильтр необходимо покупать другой. Самое главное, правильно CPL-фильтр установить, то есть правильно его настроить. Для начала берем тряпочку, хорошенько протираем объектив видеорегистратора, протираем сам CPL-фильтр, чтобы следов от пальцев на нем не было. Берем его, чтобы он смотрел стрелочкой вниз, либо вверх, и устанавливаем на объектив. Но в любом случае его надо будет немного покрутить и отрегулировать, потому что либо вы можете не точно установить, стрелочку может быть не видно, либо ее может вообще не быть, либо производитель вдруг ее неправильно нанес. И чтобы правильно CPL-фильтр отрегулировать, берем белый листочек бумаги, ну, либо чек с заправки, кладем вот таким образом на панель приборов. Сразу видим, в экране видеорегистратора появилось вот такое сильное отражение листочка. И вот как раз CPL-фильтр поможет вот эти все отражения панели приборов с видеозаписи убрать. Конечно, полностью он эти отражения не уберет, но их станет заметно намного меньше. Так, давайте я переключусь на запись с видеорегистратора, поставлю CPL-фильтр и буду тихонечко его крутить, чтобы вам было понятнее, как меняется отражение на записях. Сейчас CPL-фильтра нет. Подношу его. К сожалению, сразу же запотевает лобовое стекло от моих теплых рук. Вот смотрите, я буду сейчас крутить CPL-фильтр. Видите, листочек как сильно стало заметно. Дальше кручу. Его все меньше видно, меньше, меньше. И вот таким образом крутите, крутите. Как только листочек почти полностью исчез, значит, CPL-фильтр стоит правильно. Вот сейчас его заметно намного меньше. Все, CPL-фильтр установлен. Вот так легко и просто он устанавливается и настраивается. И смотрите, сейчас у нас очень солнечная погода. На небе не облачко. То есть сейчас, по идее, отражений и бликов на видеозаписях с регистратора должно быть очень много. Давайте я сейчас прокачусь с CPL-фильтром, без CPL-фильтра. И мы с вами посмотрим видеозаписи. И, конечно же, прокачусь также в темное время суток. Посмотрим, как в темное время суток регистратор снимает с CPL-фильтром и без CPL-фильтра. Ну и в конце видео сделаем с вами выводы. Точнее, я сделаю вывод для себя и вам его озвучу. А вас попрошу в комментариях написать свой вывод. Стоит устанавливать CPL-фильтр на видеорегистратор или не стоит. Посмотрите, насколько сильно заметна разница. Без CPL-фильтра очень много бликов и отражений на лобовом стекле. Что даже номер попутки не удается разглядеть. Так как его перекрывает отражение торпеды. Конечно, и с фильтром присутствует отражение, но его еле-еле заметно. Вот на этом стоп-кадре, сделанном в одном и том же месте, очень сильно видно разницу. Согласитесь, все эти блики и отражения немного портят кадр. И будет очень обидно, если вдруг понадобится прочитать номер попутки или встречки на видеозаписи, а сделать это не получится. Если посмотреть на верхнюю часть кадра, то можно увидеть, что с CPL-фильтром солнце становится более четким, не таким слепящим и пропадают блики из-за света от него. Ночью также заметна большая разница. Особенно, когда на лобовое стекло попадает свет от дорожных фонарей или от фар других автомобилей. Без CPL-фильтра все так же на лобовом стекле присутствуют и блики, и отражения панели приборов. Я слышал такое мнение, что CPL-фильтр ночью лучше снимать, якобы с ним ночные кадры получаются более темными. Если честно, я разницу по верхней части кадра вообще не заметил. А вы? Напишите в комментариях, видите ли вы разницу или нет. Лично я для себя уже давно решил, что CPL-фильтр на видеорегистратор желательно устанавливать. А сейчас еще раз в этом убедился. Ну а вас, друзья, я прошу поделиться своим мнением в комментариях. Как считаете, есть смысл устанавливать CPL-фильтр на объектив видеорегистратора или нет? Если это видео было для вас полезным и интересным, то не забывайте ставить палец вверх. Подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Всем удачи, будьте здоровы, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok